Сидкер Мы называем уникальный объект, единственного в России инновационного института защиты семян. С момента образования Сингенты в 2000 году мы стали одним из лидеров в средствах защиты семян, а также в производстве и поставке одних из лучших гибридов. Мы активно растем, и мы создали самую профессиональную команду в отрасли. В институте располагается аттестованная лаборатория оценки качества обработки семян. 10 тысяч проверенных партий семян в год. Международные и российские компании доверяют нам свои семена. В нашем функционале находятся полторы тысячи квадратных метров исследовательских лабораторий и 10 полевых площадок для испытания препаратов защиты семян по всей России. Итак, все готово. Официальное открытие Института защиты семян. Новые элементы глобальной сети Циткия и Сингента. 4, 3, 2, 1. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 История защиты семян призвана помочь компаниям, которые занимаются семеноводством в России И тем, которые собираются локализовать свое производство в ближайшем будущем, производить высококачественные семена Мы будем выступать гарантом качественной обработки этих семян и качественной их защиты Для того, чтобы каждый аграрий в Российской Федерации смог получать наиболее высокий потенциал с каждого своего поля Все-таки в названии присутствует слово «институт» и одна из функций его как раз-таки образовательная И здесь мы планируем организацию тренингов для вашего агрономического состава Те методы, технологии, которые будут использоваться здесь, никто в России сейчас так не делает в аграрном секторе И эти технологии будут применяться для определения каких-то патогенов на семенах или в почве Чтобы вы правильно принимали решение при выборе продукта для защиты семян осознанно Мы с вами сейчас эволюционируем, наверное, два года за один И это благодаря вам, благодаря тем условиям, которые вы создаете на ваших хозяйствах Поэтому компания «Сингента» уже не первый год инвестирует в новейшие средства защиты растений Порядка одного миллиарда рублей Невозможно преувеличить роль, в которой играет качественная обработка семян То, что компания «Сингента» открывает такой институт, является очередным шагом в реализации нашей инновационной стратегии И подтверждает наше намерение развивать российское сельское хозяйство совместно с аграриями и научным сообществом И мы заявляем, что действительно институт в Рамоне, вот этот, который вы сейчас здесь находитесь, крупнейший институт в мире Мы стоим на одной планке с такими рынками, как Америка, Северная, Южная Это еще раз подтверждает то, что Россия большими темпами развивается в аграрном бизнесе «Сингент» это понимает и дает возможности развиваться еще быстрее, еще лучше Эта лаборатория, этот институт, его лаборатории сертифицированы ИСТой То есть таких институтов и лабораторий практически нет в Российской Федерации Мы сталкиваемся с проблемами оценки качества, протравки, качества пассивного материала Нам приходится отправлять образцы за границу, ждать очень большое время, долгое время Ну а здесь мы можем все сделать на потоке, уточнить качество и предоставить самые лучшие продукты С самой лучшей протравкой нашим клиентам То есть это уникально, мне очень понравилось, особенно лаборатория, которая выдает сертификаты И лаборатория, которая оценивает патогены, то есть великолепно Сингента реализовывает стратегию инновации, которая является круглогольным камнем общей корпоративной стратегии компании Кабисингента И открытие Института защиты семян является важным шагом в реализации данной стратегии Объект является уникальным, ему нет аналогов на территории Российской Федерации Это 17-й Центр защиты семян в структуре Сингента глобально, при этом он является самым крупным Сингента инвестировала в него 300 миллионов рублей Основная задача этого центра дать возможность российским клиентам Сингенты Всем аграриям получить доступ к ведущим технологиям защиты семян С защиты семян начинается успех будущего урожая И наша задача, наша миссия сделать каждого нашего клиента успешным Именно поэтому мы открыли данный институт, где мы планируем делать примерно 10 тысяч тестов в год И каждый из аграриям сможет получить доступ к уникальному оборудованию, к уникальным методикам и технологиям, которые представлены в нашем институте И в Казахстане Добро пожаловать в Институт защиты семян. Компания «Сингента» на протяжении уже многих лет традиционно уделяет особое внимание продуктам для защиты семян. Более 15 лет тому назад, в 2005 году, на глобальном уровне было принято решение о создании обособленного подразделения защиты семян под названием «Сидкер». Немного позже, в 2016 году, мы приняли решение о развитии такой команды в России. На сегодняшний момент в России трудится 18 сотрудников, которые, можно сказать, 24 часа в сутках, 7 дней в неделю обеспечивают поддержку и использование продуктов для защиты семян компании «Сингент». Стратегия развития команды защиты семян основана на трех столбах – продукты, обработка и сервис. И первое, с чего мы начали в 2005 году, это создание собственного R&D направления. Мы единственные на агрохимическом рынке компании, которая ведет поиск и разработку новых молекул специально для защиты семян. И это дает свои плоды. Компания «Сингента» ежегодно выпускает на рынок новые инновационные продукты. По нашей оценке, более 40% действующих веществ, которые применяются для защиты семян, разработаны специалистами компании «Сингент». Второй столб стратегии – это обработка. Наверняка вам знакома такая фраза, что примерно 50% эффективности использования продукта зависит от самого продукта. Вторые 50% зависит от того, как мы ее применили. Мы, наверное, как никто другой понимаем суть этой фразы. Поэтому уделяем пристальное внимание процессу нанесения продуктов для защиты семян. И здесь будем проводить обучение специалистов разных сфер, для того, чтобы получать наибольший эффект от применения наших продуктов в различных ситуациях и на различных культурах. Ну и третье – это сервисы. Безусловно, для того, чтобы правильно выбрать продукт, подобрать его под конкретные задачи или под конкретное поле, необходим ряд сопутствующих сервисов, таких как фитоэкспертиза семян либо почвы. В последующем наша команда оказывает постпродажный сервис по настройке оборудования, на котором будут обрабатываться продукты, и оценке качества обработанных семян. Все это мы объединяем под гиды «Продукты обработки сервис» нашей стратегии. И Институт защиты семян призван объединить в себе все три элементы для наибольшего эффекта для российского агрария. Наша цель – помочь российским аграриям и семянным компаниям, которые уже производят семена в России, либо же собираются сделать это в ближайшее время. И сегодня мы с вами открываем Институт защиты семян. Это инновационный научно-исследовательский и тренинговый центр для того, чтобы объединить все три элемента нашей стратегии – продукты, обработка, сервисы. Ведь Сидкер – это больше, чем защита семян. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое обработка семян. Но прежде чем мы приступим, я расскажу о том, где же мы находимся и для чего все это нужно. Мы находимся в самой большой комнате Сидкер Института, так называемой зоне обработки семян. Или Application Room – это английское слово Application – применение, приложение наших продуктов на семяной материал. Здесь вы можете видеть несколько единиц самой современной техники для обработки семянного материала. Сзади меня представлены четыре единицы оборудования. Где, как не в Сидкер Институте, можно увидеть рядом две крупнейшие фирмы-производителя машин для обработки семян. Это Кимбрия, справа от меня, представленная двумя машинами, и Петкус, слева от меня, также представленная двумя машинами. Поподробнее я расскажу о каждой из них. Сначала предлагаю поговорить о первой машине. Это машина от компании Кимбрия, поточного типа, производительностью примерно до 20 тонн в час. Используется прежде всего для обработки зерновых культур. В ее состав входят такие основные узлы, как железовой затвор-дозатор, который позволяет дозировать семяной материал. Камера смешивания, где происходит первичный контакт раствора для обработки семян и, собственно, семенного материала. И шнек-домешивание, в котором происходит вторичное смешивание и перемешивание семенного материала. Теперь предлагаю поговорить о другой машине от компании Кимбрия. Это машина порционного типа. Ее производительность составляет примерно до 10 тонн в час. Она применяется в первую очередь для обработки таких легко травмируемых культур, как соя, подсолнечник и кукуруза. Основными ее узлами являются весовой терминал, чаша смешивания и растворный узел. Пару слов скажу об еще одной единице оборудования, представленной в нашем Application Room. Это машина от компании Petkus, поточного типа, производительностью примерно до 10 тонн в час. Она применяется в основном для обработки зерновой культуры. Основными ее узлами являются шлюзовой затвор-дозатор, камера смешивания и шнек-домешивание. Немножко расскажу о еще одной машине, представленной компанией Petkus. Это мультидрожжератор CM25. Машина порционного типа, предназначенная для обработки всех культур. Но прежде всего ее лучше использовать для таких легко травмируемых культур, как кукуруза, подсолнечник и соя. Следует обратить внимание на основной узел этой машины, это камера смешивания. Кроме основной операции обработки, на данной машине можно выполнять такие операции, как инкрустирование и дрожжирование семенного материала. Ее производительность составляет примерно до 10 тонн в час. Мы посмотрели несколько единиц оборудования, представленных в нашем Application Room. И сейчас я предлагаю пройти непосредственно процесс обработки. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сегодня мне поможет мой ассистент и коллега Илья Волков, специалист в области обработки семян. И на нашей лабораторной машине, вилле Никлас, порционного типа, мы обработаем кукурузу. Масса порции кукурузы будет 2 килограмма. Давайте вместе посмотрим, что же это за процесс обработки. И с какими трудностями можно столкнуться при обработке семенного материала. А дальше мы обсудим полученный результат. Процесс обработки не такой простой процесс, как кажется на первый взгляд. Можно столкнуться с рядом трудностей при обработке семенного материала. Справа от меня можно увидеть не очень хорошо обработанную кукурузу. Слева же результат значительно лучше. Почему так происходит? Мы выделяем несколько причин. Первое и очень важное, о котором хочется сказать, это разработка рецепта. Как и в кулинарии, очень важно правильное соблюдение дозировок при приготовлении рецепта из препаратов для обработки семенного материала. Потому что даже самый совершенный препарат можно испортить, подготовив неправильный, некорректный рабочий росток. Второй важной причиной является оборудование. Очень важно использовать профессиональное, современное оборудование для бережной и качественной обработки семенного материала. И третий момент, о котором хочется сказать, это персонал. Безусловно, в России очень остро стоит проблема с квалифицированным персоналом. Я выделяю этот момент как один из самых главных. Ведь, как известно, даже самое современное профессиональное оборудование в руках дилетанта может оказаться просто обычной железкой. И здесь, в нашем Ситкеринституте, в нашей зоне для обработки семян, мы приглашаем наших гостей, специалистов для повышения своего уровня знаний и навыков в обработке семенного материала. Здесь можно пройти реальный тренинг, познакомиться с существующим современным оборудованием, потрогать его, пощупать, понять, как оно работает, как его правильно калибровать и настраивать. И получить достойный, хороший, качественный семенной материал. Предлагаю обратить также внимание на вот такую зеленую кукурузу. Мы ведем исследования разработки в области цветовых решений для семенного материала. Мы знаем запрос от рынка, прежде всего от глобальных семенных компаний, что необходимо идентифицировать свой семенной материал. Один из способов – это применение различных цветовых решений. Эта задача достаточно сложна и нетривиальна. И мы работаем над предложением решения на рынок в области цветовых покрытий для семенного материала. Один из критериев качества – это истираемость обработанного семенного материала. Данный критерий можно проверить с помощью теста, который позволяет сделать вот такой прибор. Прошу обратить внимание на его работу. Как вы могли убедиться, Ситкеринститут вообще и наша зона обработки семян в частности – это уникальная площадка, которую можно использовать для тестирования различных рецептов, для проведения обработок демо-партий, для совершенствования технологий в обработке семян, а также для всевозможных тренингов, обучения персонала, специалистов, такому искусству, как обработка семенного материала. Ждем вас в нашем Ситкеринституте. Жизнь семени начинается еще в поле. Но, к сожалению, уже в этот момент начало жизни может быть омрачено тем, что семя может быть заражено патогеном. Патоген находится внутри семени, в зародыше, и внешне это никак не проявляется. Поэтому задача в нашей лаборатории – сделать эти признаки явными, видимыми и установить точный диагноз. Семена заражены или нет, заражены в какой степени и каким из патогенов. Сейчас мы можем увидеть с вами метод влажных рулонов. Он позволяет нам создать благоприятные условия для роста патогена. Это очень высокая влажность и умеренная температура. А теперь мы посмотрим, каким образом растение выглядит через 10 дней. Обратите внимание, мы видим всходы и сформировалась корневая система. После инкубации мы приступаем к анализу рулонов. Для этого каждую зерновку нам необходимо просмотреть под бинокуляром. С помощью данного метода можно выявить возбудители таких заболеваний, как фузариоз, альтернариоз и гельминтоспориозов. Например, на данной зерновке я сейчас вижу биполярис цирокиняна. А теперь с вами поговорим о почве. Она непосредственно связана с жизнью семей. В почве находится очень много различных микроорганизмов. И задача нашего анализа понять, в каком соотношении находится полезная микробиота и патогенная для растения. Наиболее яркий пример это взаимоотношение двух видов. Патогенного гриба рода фузариум, почвообитающего, и триходермы, которая также обитает в почве. Вместе оба этих гриба показывают такую картину. Один из них вытесняет другого. Тот, кто вытесняет патогенный гриб, является нашим другом и помощником. Поэтому наша задача оценить, насколько почва имеет собственный ресурс для борьбы с патогенами. А сейчас бы я хотел рассказать о методе полимеразно-цепной реакции, который мы используем в нашей работе. Этот метод является очень высокоточным. Патоген — это значит то, что мы абсолютно уверены, что мы идентифицируем именно тот организм, а не какой-либо другой. И является очень чувствительным. То есть это говорит о том, что мы можем обнаружить патоген на семенах, в растениях, в почве, в очень низкой концентрации. Даже тогда, когда симптомов не видно. Этот метод требует особых правил работы. Он требует от нас создания определенных зон. Красная зона, в которой у нас проходит сборка реакционных смесей. Зеленая зона, в которой проходит выделение ДНК-амплификация. И синяя зона, в которой происходит детекция продуктов амплификации. Все это позволяет нам диагностировать более широкий спектр патогенов. И значит принимать более правильные и своевременные решения. Таким образом, в биологической лаборатории мы можем протестировать семена, оценив степень их зараженности патогенами. Оценить степень зараженности почвы патогенами и наличие в ней супрессивной микробиоты. В зависимости от этих результатов, наши эксперты могут предложить принять правильное решение до наступления необратимых потерь в поле. А о том, каким образом эти препараты воздействовали, мы можем увидеть в нашей климатической зоне. Сейчас мы находимся с вами в климатической комнате. Эти условия позволяют нам прорастить семена, увидеть всходы. Все это позволяет нам быть уверенным в том, что наши продукты, которые были подобраны в зависимости от степени зараженности семян, проявили себя эффективно и дадут максимальную прибавку урожая в поле. Наша лаборатория с ноября 2016 года предоставляет сервисы по оценке качества обработки ваших семян. Мы проводим ряд испытаний. Например, определяем точное количество действующего вещества на семенах, также проводим тест на пыльность, определяем, насколько однородно нанесено покрытие на семена и также проводим тест на истирание. То есть мы определяем, насколько хорошо продукт закреплен на семенах. Также мы проводим ряд других испытаний. Например, определяем текучесть семян, также массу тысячи и так далее. Для этого наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием, а также собственными аттестованными методиками в Российской Федерации. Сейчас предлагаю рассмотреть анализ на определение действующего вещества на семенах. Для этого предлагаю подойти к вытяжному шкафу номер один. Здесь у нас происходит процесс фильтрации с помощью шейкера и ультразвуковой бани. С помощью экстракции мы смываем нанесенный продукт семян. В совокупности этот процесс занимает около часа. После того, как процесс экстракции завершается, мы переходим к следующему этапу. Это этап фильтрации семян. В вытяжном шкафе номер два происходит процесс фильтрации. Это необходимо для того, чтобы отделить полученный экстракт от различных примесей и также отделить его от самих семян. Далее полученный уже отфильтрованный экстракт мы используем для хроматографического определения. То есть в таком виде в виалах полученный экстракт поступает в хроматограф для дальнейшего анализа. Наша лаборатория определяет такие действующие вещества, как темитоксан, тифлотрин, флодиоксанил, мифеноксан, сидоксан и другие действующие вещества, которые входят в состав продуктов сингенты. Данные аналитические стандарты мы также используем для достоверности предоставляемой информации. С помощью жидкостного хроматографа мы можем определить точное количество действующего вещества вне зависимости от того, сколько продуктов использовалось при обработке. На данный момент наша лаборатория в среднем делает в день около 25 образцов. В дальнейшем мы планируем увеличиться примерно в три раза, то есть проводить в день около 75 образцов. После того, как хроматографический анализ завершается, мы получаем информацию в виде хроматограммы. На хроматограмме видно только площади пиков и время их выхода. Каждое время выхода у нас соответствует определенному действующему веществу. В дальнейшем с помощью собственных уникальных аттестованных в Российской Федерации методик мы получаем информацию уже в виде процентов. Наши клиенты получают информацию либо в миллиграммах действующего вещества на семя, либо в виде процентов. Протокол с полученной информацией мы гарантированно предоставляем в течение 72 часов после того, как образцы прошли регистрацию нашей лаборатории. Либо же мы предоставляем сертификат качества по запросу. Следующее испытание, которое мы проводим в нашей лаборатории, это тест на пыльность с помощью Хойбаха. Мы можем определить точное количество пыли абсолютно в любом образце любой культуры. Количество пыли на каждом семне строго регламентируется. Для этого нам необходимо взвесить фильтр до анализа и фильтр после анализа. И уже с помощью массы фильтра мы определяем, какое количество пыли содержится на семенах. Этот показатель очень важный. С помощью него мы определяем, какое количество продукта может удаляться вместе с пылью. Сейчас мы можем посмотреть примеры семян в боксе. В данном случае у нас семена обработаны продуктом Сингенты, Vibrance Integral. В этом случае у нас семена обработаны продуктом другой компании. Сейчас мы визуально можем уже видеть разницу по окраске фильтра. С помощью Quest Pro мы определяем, насколько однородный продукт нанесен на семенах. Камера фотографирует каждое семя, которое выводится на монитор. В дальнейшем каждая фотография каждого семени поступает в общую базу и сравнивается между собой. В дальнейшем с помощью полученных данных мы можем сравнивать различную обработку, различную рецептуру и также отслеживать настройку оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok Так что же такое Институт защиты семян в России? Это полторы тысячи квадратных метров исследовательского пространства, объединенные общей целью – поддержкой российского семеноводства, а также предоставление уникальных агрономических сервисов в области защиты семян и молодых растений. Данный институт – крупнейший в мире Институт защиты семян компании Сингента. В его стенах поместились уникальные лаборатории. Например, у нас есть микробиологическая лаборатория, оснащенная по самому последнему слову техники. Мы используем как традиционные методы анализов, так и новые, с участием молекулярной биологии и детекции ДНК. Также имеется лаборатория оценки качества нанесения семян. И уже сейчас данная лаборатория оценивает 6 миллионов пассивных единиц в год и не допускает попадания на рынок некачественно обработанного семенного материала. Так как это Институт защиты семян, здесь присутствует и линия для обработки семян, в которой внедрены все последние разработки на рынке с участием от всех популярных производителей. Так как это Институт, главной задачей будет стоять также образовательная функция. И у нас имеется полная инфраструктура для этого. Сюда будут приезжать независимые эксперты в области агрономии и проводить обучение для специалистов. Так что это значит для хозяйств и производителей семян? Чем этот Институт будет им полезен? Постараюсь привести несколько примеров из жизни. Например, каждый год перед посевом все стараются выбрать лучшие семена. Узнать их качество, узнать количество патогенов на них, понять, какое количество патогенов находится в почве. И, исходя из этих данных, принять решение о выборе препарата для защиты семян. Как раз таки цель этого Института направлена на это. И мы сможем это сделать для большого количества людей. Еще один пример из жизни. Хозяйство покупает уже обработанные семена. Не обрабатывает их у себя. Но как ему проверить, какой дозировкой и каким препаратом были обработаны данные семена? Наша лаборатория оценки качества нанесения может это сделать. И дать сертификат качества на определенные партии. Представим, что я производитель семян кукурузы или подсолнечника. И каждый год очень остро у меня стоит вопрос о продаже прошлогодних партий. В нашем Институте мы можем проверить заранее, повлияла ли обработка семян на всхожесть и пассивные качества. И дать заключение на конкретную партию, в каком состоянии она сейчас находится. То есть, хорошие до сих пор у меня семена или уже потеряли всхожесть. Текучка агрономического состава. Это уже прям не пример из жизни. Каждый год все по новой. Меняются агрономы, технический персонал. В этом здании мы готовы обучать молодых специалистов и привносить им культуру обработки семян. Если вы когда-нибудь в жизни задумываетесь об обработке семян, то Институт защиты семян – это именно то место, в котором вам ответят на все ваши вопросы. Есть очень хорошая фраза, проинформирован, значит вооружен. Здесь самые современные технологии, связанные с семенами, с работой с семенами, с растеневодством. Я считаю, что любой производитель должен обязательно познакомиться с этими технологиями, знать о них, для того, чтобы в своем производстве принимать правильные решения. И, как следствие, улучшал свою экономику и рентабельность. Ведь главная цель Института защиты семян – это помощь каждому фермеру в России. Сингентой работаем много-много лет. И это не пиар. Я хочу одно сказать, что это качество. Это компания с историей. Здесь и наука, и практика, и маркетинг, и все в одном месте. Поэтому работаем, нам это нравится, мы получаем от этого результат. Сингент, она же присутствует во всем мире. И вот этот комплекс, который за один год, можно сказать, реализовали, он один из самых больших во всем мире, где присутствуют сингенты. Это очень круто. В этом я, со своей стороны, желаю огромного успеха, процветания Института. В этом направлении защиты семян в России, страны Казбек. Всем вам желаю получать, продолжать получать огромное удовольствие от того, что вы делаете. И еще раз действительно просто благодарю всех за колоссальные усилия, которые были приложены к открытию данного прекрасного объекта. Всех вас поздравляю с этим замечательным событием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok